Братья и сестры, здравствуйте. Если Россия – Третий Рим, а так оно и есть, то по исторической генеалогии всей нам суждено иметь особое отношение с Ираном. Ахименицкий Иран, Сосаницкий Иран – это такой вечный союзник, вернее, сосед, соперник, иногда союзник Византии, и вообще, значит, второго Рима, по крайней мере. До первого Рима было далеко, а до второго было близко. И они вечно, значит, граничили. То персы захватят Ближний Восток, то греки их выгонят, то персы крест унесут к себе в плен, то греки его, значит, захватят обратно. Кстати говоря, истощившись в войне с Ираном, взаимно истощившись в войне с Древней Персией, которая была еще врагом Александра Македонского, и до него грейских государств полисов, значит, истощившись в борьбе с Персией взаимно, и Персия, и Византия, стали впоследствии добычей зародившейся новой силы ислама. Арабы, по сути, сокрушили истощенные империи Персов с одной стороны и Византии с другой стороны, потому что те очень долго работали на взаимное уничтожение. То есть, если мы Третий Рим, то история древняя очень важна и интересна. Нам не стоит истощать себя в взаимных противоречиях. Мы были врагами. Это и к чему, собственно? К тому, что Раиси, Ибрахим Раиси, президент нынешней Исламской республики Иран, посетил недавно Москву и выступал в Госдуме. И это такой знаковый момент в наших отношениях. Мы были в тяжелых отношениях, на самом деле, при Аят-Оле-Хамине, когда мы были, по сути, дружественны с Ираком, а Ирак воевал с Ираном, там были сложные отношения. Потом союз вторгся в Афганистан, и понятно, что тоже было сложно. Но вот когда союз разваливался, некий такой духовный собор, такой шура этих мул высоких, Аят-Олах-Хамине уже перед смертью, они послали письмо Горбачеву, в котором они очень интересно написали, что вы сейчас ослеплены неким миражом, прекрасным садом возможностей, подобно райскому, западным образом жизни. Но не обольщайтесь. Если ваша советская экономика пришла в тупик, то пришла не от того, что вы накопили какую-то критическую массу ошибок, чисто экономических, а потому что вы безбожники. Бога не знаете. И в тех же проблемах утопает Запад. И если вы сейчас, сменивши парадигму свою, ринетесь в объятие к этому ложному идеалу, то вас постигнет крах. Это писал еще он Хамине еще при жизни в свои последние годы, когда Горбачев планировал все эти фокусы и штуки. Берлинская стена там падала уже вскоре и прочее. Так что в духе взаимного общения, они уже 40 лет сопротивляются американским санкциям, умножаются в количестве, а следует признать хорошим то правительство, при котором люди умножаются в числе. Об этом говорили еще французские экономисты до французской буржуазной революции. Если народ упадает в количестве, перестает рожать и просто вымирает фактически, значит, все это плохо. И в голове у самого народа, как бы, не то в управлении. А они умножаются в числе, их там под 90 миллионов уже под санкциями, живут уже очень давно, но продолжают гнуть свою линию. И делают большое дело в мировой политике. Так вот, Раиси, явившись в наш парламент, огласил воздух именем Иисуса Христа. Что меня было, конечно... Ну, я, собственно, знал это и ждал этого. Для меня это не было удивлением. Но для меня является таким... каким-то таким стыдным пятном, то, что имя Господа Иисуса Христа, благословенное имя Спасителя, лежащее в корне нашей цивилизации, оно не звучит из уст наших депутатов. Наши избранники в подавляющем большинстве, совсем за всех не скажу, да и вообще не знаю количественную квоту, не проводили же мы письменные опросы. В общем-то, большому числу из них, так скажем осторожно, дал лампочки. Господь Иисус Христос и нравственные принципы. Дал лампочки, абсолютно. И вот перс, шиит, президент, значит, это джумхури исламской, говорит, что мы очень уважаем Иисуса Христа как личность. Он не называет его божественной личностью, для них он пророк, но он уважает Иисуса Христа и говорит, принципам авраамических религий, которым относится иудаизм, христианство и ислам, согласно общему мнению богословов и всех сведущих людей. Все мы дети Авраама, кто по плоти, кто по духу. Так вот, является главным принципом авраамических религий это духовное развитие личности, это улучшение нравственного человека, это шествие вперед. Для меня это одновременно и привычно, эти слова как бы и понятны, и ожидаемы, и немножко стыдны в том смысле, что наши-то об этом не говорят. В стенах парламента не звучат заповеди, и большинство и не знает заповеди. Скажи ему на заповеди первую по десятую, аз есмь Господь Бог твой и так далее, да не пожелай, не скажет. Девять из десяти не скажет ни слова. Отче наш, прочитайте, половина не скажет. В чем смысл жизни? Никто не знает. Прибыль, деньги делай, законы пиши, как получится. И вот к нам приходит перс, приходит, возможно, будущий глава государства, Рахбар, значит, да, на место уже пожилого хаминеи. Да, значит, и он говорит нам об Иисусе Христе, говорит нам о нравственных заповедях, говорит нам об авраамических корнях наших религий, о том, что нужно человеку иметь духовные цели. Ну, совсем как Черчилль говорил, что если у народа нет сверхзадачи, то он не имеет смысла жить. А земное благо достигается, как попутный товар, как побочный продукт, на путях достижения сверхзадач. Об этом говорили самые умные люди. Ну и вот этот тоже, как бы, неглупый человек, богословское образование имеет. Он одет был в богословскую одежду, с черным тюрбаном, что значит, что он мусульманский богослов. Ну, в общем-то, может быть, когда-то мы доживем до того, что наши депутаты будут читать на досуге Евангелия, будут прихожанами каких-то приходов незаметных и скромных, чтобы их не замечали и не лезли к ним с прощениями. И когда у них будет законотворчество, на трибуне, там, в докладе, как бы, будет естественным образом, не натужно, не так, на всякий случай, потому что такую глупость можно сказать, что потом стыдно будет, а будет естественно звучать, как бы, призыв к нравственному совершенствованию, имя Господа Иисуса Христа, именование заповедей. И эти заповеди будут коррелятом законотворческой деятельности. Вот о чем я подумал, когда наблюдал за репортажами о визите президента Исламской Республики Иран в Россию вообще, к президенту в частности и в Госдуму тоже. Вот, подумайте об этом, потому что иногда нам нужно просто учиться у мусульман. Это никуда не годно с точки зрения нашего духовного обнищания. Но нужно учиться у всех. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok